Давай помогу! Помоги, родимый! Сделай добрые дела! Добрые дела? При великой охоте! Если бы события сказки Морозка развивались в наши дни, то такое доброе дело могло закончиться для ее персонажей колонией. С 2016 года самовольное присвоение древесины рассматривают как хищение. Павел Парамонов живет рядом с лесом, но сам без дров. Считает, что такой запрет не на пользу. Жители также думают, что убирать это надо. В захламленности очень много вокруг поселка. И вообще очень лес страдает, болеет. Сейчас найти валежник в лесу достаточно проблематично. Мало того, что практически нереально пробраться, так еще и он скрывается под вот таким вот огромным слоем снега, который сразу и не расчистишь. Вот, кстати, одно из таких мертвых деревьев, которые лесники считают настоящей угрозой для всего леса. Потому что именно здесь размножаются древесные вредители, такие как караеды. На самом деле собирать сухостой в лесу можно, но сложно, говорят местные жители. Для этого необходимо оформить договор на аренду участка леса. Многих сельчан такая бумажная волокита просто отпугивает. Потому что народ, он не знает сперва, куда идти, где, какие документы оформлять, зачем это все. Вполне возможно, что совсем скоро все это станет не нужно. Депутаты Госдумы уже одобрили в первом чтении поправку в закон. Если она пройдет, значит, на валежнике можно будет сэкономить бумаги. Мы, лесоводы, надеемся, что этот вопрос будет решаться положительно. Во втором чтении, я думаю, все тут тонкости будут у стены, и все эти недостатки будут устранены. Такая поправка на пользу не только сельчанам, но и лесу, говорят лесники. Впереди жаркое лето, а сухостой – это главная причина масштабных пожаров. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова